Сосницкий Антон, антикоррупционный блок. Наша общественная организация приехала сегодня поддержать медиков Харькова. Мы, к сожалению, констатируем некомпетентность руководства, которая допустила ситуацию, которая сейчас происходит, и, по сути, это отчаяние. Медработники вынуждены идти на такие меры для того, чтобы их услышали. То, что сейчас работники подстанции заявляли о нечеловеческих условиях работы и в том, что они вынуждены из-за халатности руководства областной администрации непонятно, как разносить вирус, подвергать своей жизни, здоровью, риску своей семьи за эти мизерные подачки от государства, которые даже им не выплачиваются. Это вообще прецедент, скажем, к сожалению, Харьковская область сейчас прецедент в масштабах Украины. Деньги якобы бюджетные выделены, но почему-то их не могут реализовать. Я считаю, в первую очередь, должны нести ответственность руководство, а потом уже запугивать или терроризировать обычных работников правоохранительными органами это неправильно в корне. Вот энтузиазм правоохранительных органов нужно направить в русло, как раз именно привлечь руководство к ответственности за их халатность и разобраться, где же бюджетные средства, которые должны быть потрачены на обеспечение медработников материально-техническим оснащением и в том числе заработной платы. Я ввозил в шайфу людину, яка приехала за границей. В ней было виявлено при нас, что одна легеня уже не працювала. На данный момент фельдшер получил премию в размере не знаю, сколько. А я, как водитель, не получил. Значит, что? Значит, я не людина или я вообще не понимаю, как распределялось через то, что делали на одной машине. Мы работаем по 12 часов, не заезжая. Это попроситься, сказать, нам хочется там в туалет. На что бывают ответы? Вы можете сходить под дерево. Ну, как бы, извините, сходить под дерево. Можно везде сфотографировать и показать скоро, что ходят там везде гадят. Но это некрасиво. Нам запрещают заехать на обед. То есть мы целый день сидим в машине, давимся булочками, не помыть нормально, не руки съесть. То есть именно все. Мы сидим вот за рулем постоянно. То есть у вас получилось, скажите, пожалуйста, вы выезжали сколько раз? Что значит официально выезжали? Один раз был это то, что я вам рассказывал, то, что мы ездили на Клочковскую, что старшая, заведующая наше отделение, Екатерина Голубовская, дала нам одноразовые костюмы. Мы их одели, сели в машину, поехали за больным. Когда мы приехали, больной подошел, пожаловался, говорит, у меня вот сухой кашель, температура за 39. Я, говорит, контактировал с Польшей, то есть я вот вернулся, мне вот сильно плохо. Мы его повезли в 22-ю институционную больницу. Когда мы подъезжали уже до 8-й больницы, в 22-й больнице институционной, фельдшер позвонил на 103 старшему врачу спросить, в какой бокс помещать больного. На что был ответ, потому что телефоны очень громкие, все слышно, что вы устроили за маскарад. Снимите эти костюмы и везите больного в 4-ю больницу, неотложную хирургию. Все. Дали костюмы, да, вот сейчас нам выдали. А сперва же нам же ничего не давали. Ну, сейчас выдали, одноразовые. И то, сказали, одевать в крайнем случае. То есть, как быть, мы находимся в зоне риска, и как бы мы боимся, мы проходим. У нас дома семьи, дети есть, маленькие, которые мы не можем подать и обнять ребенка даже нормально. Идет работу, да. А те, которые вам дают, они новые, запечатанные? Сейчас благодаря волонтерам у нас появились эти костюмы дают. Сейчас почему-то появились и лекарства. А так врачи покупали свои ленты ЭКГ. Вы должны понимать, как произошло, вообще мой первый контакт с этой подстанцией. Мы доставляли защиту, диспансер радиационной защиты на Новгородской. И когда полностью упаковали, это больница Красная Линия, оставался определенный там запас защиты. Я решила его привезти сюда, потому что подстанция просто географически мне подходила, она находилась рядом. И что произошло? Когда я сюда приехала, здесь не было руководства на подстанции, были рядовые сотрудники, которые, когда я им привезла ящики с респираторами, щитки, они сказали, вы можете сразу раздать? Я не поняла, как это сразу раздать. Они говорят, ну, чтобы потом не забрали куда-то. Я говорю, у вас здесь руководство, как бы, ну, отбежая. Они сказали, нет, у нас идеальная руководство, но у нас проблемы там с желтым домиком. Они так центрально называют. В три месяца работаете врачом. Может сравнить своего сотрудника с мнением за гаражами. А после прозвучала лучшая фраза, мы лучше знаем, что и куда везти. Везите все к нам. Я говорю, вы серьезно? Да. И от этих слов я никогда не отхожусь. Из-за этого они принесли передо мной извинения. Но извинений мало, потому что вместо того, чтобы сказать, используйте костюмы, которые вам привезли, используйте респиратор, который вам привезли, на них началось давление. И поверьте мне, если бы три эти недели они не давили, не запугивали своих сотрудников, то, наверное, это... Ну, сегодня они не пришли, не заговорили перед вами. А вы и раньше у меня машина? Нет, даже до коронавируса мы постоянно должны уйти машину и дезинфицировать.